я чуть-чуть раскидываю короче салон ты тут обшибочки уже постимал как бы по правильному надо снимать сначала вот лобовую стойку вот это вот потом снимать этот нижнюю центральную точнее скорее всего точнее не так точнее сначала надо центральную снять стойку потом лобовую и потом только вот эту стойку большую и потом потом вот это вот короче перемычку здесь а потом вот эту стойку которая заднее окошко загораживает вот ну я пошел другим способом я снял сначала эту стойку ну то есть вот эту панельку стойку панельку потом вот эту панельку снял и потом ту панельку снял очень аккуратно помощью клипсодера поддевая их на панельки сделано очень качественно это вот задняя панелька которая идет вот так вот здесь нас окошко в этом месте здесь такие нет хорошие клипсы металлические машине черный сколько лет клипсы еще живые все конечно же грязище и в песке в пылище да но это все фигня полная то что главное что они живые и все нормально вынимается все хорошо и длинная большая панелька вот поэтому я не люблю разбирать салон в гараже потому что что-нибудь когда-нибудь упадет вот и здесь два пластиковых пистона желтых аккуратненько в серединке они очень хорошо сидят очень плотно нужно постепенно постепенно их короче раскачивать раскачивать они потихонечку выходит ну и здесь по периметру железные есть сколько здесь 4 и 3 вот такая вот штука это вот так вот это у нас вот так вот она вот так стоит на дверью проходит здесь у нас дверка в этом месте здесь окошечко ладно попробую я их уложить на капот может быть так будет более надежно короче капец и да кстати что хотел отметить я первый раз разбираю гф-8 импрезу и концевики дверей неизменно такие же у меня не такие же точно на суба и у меня седьмой год это девяносто восьмой девяносто девятый так что блин subaru не изменяет себе ни в чем то сказать здесь по нюансам парочку крепление вот это вот надо крючок не забыть крепления сидухи то здесь сидушка диван у него такая там ручка есть короче хомутик такой ухо скажем так из тряпичного из тряпичной ленты за нее дергаешь она откидывается сюда чтобы сидение можно было сложить и тогда у тебя получится типа ровный пол здесь стакан я вот думаю как мне его делать правильно потому что я вижу что не ну вроде бы ничего так я больше больше просто очкую короче меня просто первый раз первый раз всегда так сказать страшно вот он должен как то вот туда вот так вот осесть и как раз вот этого штука подъед туда то есть мы сейчас вот этот контактный сварка сверлим с этим кронштейном этот граждан нужно будет сверлить от этого стакана рассверлить стакан потому что вот это вот зло лишнее да то есть она бы я в принципе понял какая ну то есть уменьшенный стакан от форестера то есть один в один все так же как на форике только он чуть чуть меньше чем на форике вот и рассверлим рассверлим эту площадку надо будет вычистить она из 3 миллиметровой стали должны на два с половиной толщиной вот и надо будет вычищать а очень часто мне клиенты говорят да не горловина нормальная там все будет нормально с горловиной чуть не будет с этой горловиной с ней ничего не будет ну давайте вам покажу как это не будет с вашей горловиной видите я вот начал разбирать это короче трубка отводящая газа при заправке давно чтобы воздух выходил а это сама заливная горловина и все и дырочка не переживайте туда мусор не насыпется бензобак потому что горловина имеет такой вот как сифон имеет форму то есть мне снизу такой мусоропылесборник ну вот и это никуда не насыпется но но тема прикольная заливная головина блин то наверное бензобаке мусора теперь дофигища из-за вот этой вот фигни всей и кстати варить нельзя будет сейчас ничего пилить нельзя надо будет открутить головину и заглушить бензобак иначе бабахнет вот и вот это вот сюда какого-то гения какой-то дурак ему забил здесь вентиляцию да то есть ну как бы она частично еще работает но я поговорил с клецом племяк говорит это не я делал ну ладно он ее взял он ее просто взял и катался это кто-то здесь до него на продажу колхозили все это дело лепили лепили и не долепили так сказать мы строили наконец не построили вот это вот мне надо будет удалить а здесь кстати на с этой стороны с левой трубочка омывателя стекла она оторвана и то есть если ты в ненароком по дурости своей не знавши включаешь короче омыватель стекла заднего то то в твоем багажнике и пополнение происходит только наводнение не пополнение короче там разъем на фаркоп он весь а какой такой окисленный но контакты вроде целый то что мы его напишем он будет как маленький в принципе вот ну делаем разбираем разбираем здесь ну в принципе вот в этих вот отверстиях здесь стоят пистоны такие вот они вот они вот раз две вот это третье какую-то нашел от чего она я так что ты не понял и я тут разбирал разбирал потолок 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 да светлый потолок а потом когда уже панельки уже снял такую понимаю что были в нем чё реально уголь возили блин такая граничка дикая до нить какой должен быть потолок и какой он сейчас офигеть в ней реально как будто уголь возили в этой машине и здесь тоже самое да то есть вот она граничка такая там болен дичь это какая-то просто-напросто дичь здесь тоже самое да то есть блин такая граница четкая он короче бежевый должен быть практически в цвет боковых боковушек вот этих вот я тут беру короче пену монтажная блин как же тяжело с той стороны уже все выдрал вон вон и вот это вот это вот с этого места чуть-чуть из того вас в основном слева а здесь вот ну давайте я вам покажу зачем они сюда убили монтажный пен они сделали короче кусок подкрылка вот этого часть вот так вот они сделали вот так и вот это вот все вот так было закрыто тут еще классно было все там так вот красивенько ничего так нормально ну а чё хочу нет то ну да будьте прокляты дебилы и но это слив бензобака это ладно ну точнее с галебной заливной горловины эти так поначалу подумал что раз вижу о чё люк что ли потом до меня дошло нет люка нету вот так вот из монтажной пены вот это вот монтажная пена все сделано здесь все хорошо вот это вот полку вот это вот верхняя полка села сделано из монтажной пены все такое классное ну короче прогнило на черта все вообще даже очко вот это вот короче вентиляционно но она была естественно заполнена полностью пена то есть она не работала жопа не вентилировалась ваши пуги из вашего салона не выветривались никак абсолютно потому что ни одно извините из вентиляционных отверстий не работала совсем машине в этой поэтому я не хочу даже представлять каково это было ездить в этой машине то это что-то наверное ужасно позакрывал то есть вот потолочек закрыл посок потолок светлый двери уже закрыл и сделал стеночку перегородку чтобы когда буду чистить все это дело вычищать отрезать то есть все это здесь вот искры будут чтобы это все не повредило там торпедочку туда-сюда то есть что все было хорошо и красиво надо еще будет стекла боковые по заклеивать изнутри и снаружи тоже может и здесь будут тоже пилить чтобы стекла не повредить там искрами от болгарки искрами от сварки там и проще и прочее вот поэтому надо еще будет все по заклеивать и кстати крышку багажника тоже надо будет так начнем наверное как обычно замена порогов я вот этот порог уже поскидывал да так сказать если это можно так назвать поскидывал ну то есть вот это порог это передний правый вот проволока от сварки фишка в чем фишка в том то что вот здесь вот на пассажирском переднем месте вот такая вот гигантская лоткой не знаю что сюда приезжала скорее все просто приезжала сюда что-то дверь скорее умененная если посмотреть почесать на ней краску то скорее всего да она должна быть кого-нибудь там другого цвета может быть даже в цвет ну не важно вот короче вот такая вот лотка положено поверх старого металла и вот здесь короче все одно стекло шпакли салон будет грязный из-за этого всего дела дальше вроде бы порог более-менее живой ну там вот какие-то подозрения мне но здесь еще два или три слоя видите тут как вот здесь вот сколько слоев черта узнает сколько здесь слоев у меня и с ума можно сойти сколько слоев короче вот лотка полюбасу делать и вот смотрите а это типа варка тут наверное все очень печально что-то мне такие подозрения что это стоечка не отсюда да потому что вот смотрите вот она вот она пошло видите вот видите вот место стыка на то есть она платы туда ушло и вот это вот место вот это вот лотка как бы много вот так будет не было распилена сейчас сниму накладочку посмотрю да и здесь тянули видать бокового удара ну как обычно все импрезы наматываются на столб все нормально здесь такая сварочная точка такая некрасивая но она видите вот кантик он вот он да все это завод она вот она сюда вот так вот и уходит чуть-чуть 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 это такое вообще она и носите ладно хотя ведь он тут вот версия должно быть круглая она здесь не круглая то есть где-то как-то вот здесь вот будем спиливать пороги начнем с этого порога какая с пап festive х паралiku закончу левым порогом это я обычно начинаю слевал закончив правом теперь начнем с правого порога закончит в левопорова левопорока там гораздо все веселее подете покажу тут слава богу ли ail's zu pit и родной металл нету стыков сварки Все классно, вот она металл Ну, тут, да, здесь вот легкий такой вот слой шпаклевки Завод, не завод, не знаю, не могу ответить Когда срежем порог, тогда и узнаем, завод, не завод Вот, а так вот, да, здесь более-менее Ну, единственное, что вот эта вот пятка, она вылеплена из шпакли Но она у нас будет на арках Вот она Арка у нас Ну, такая вот, у нас здесь есть вот эта вот самая пятка Очень хорошо, что она у нас есть И мы от нее будем отталкиваться Ну, такая вот арочка Вот она такой вот, с мини-выштамповкой Под упор двери, туда-сюда То есть, вот это вот уже другое дело ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, это левая сторона Давайте-таки же все-таки рассмотрим, что же мы с вами имеем Повреждение задней части порога Вот такое вот повреждение Ну, то есть, совсем все нафиг гнило Далее я обнаружил Даже немножечко антикора Видите вот это вот пятнышко Это типа когда-то там что-то Какой-то антикор был Но, и вон, видите, вот подтеки Но это недостаточно Это очень мало Ну, то есть, это последствия незнаний И непонимания, как это все должно быть нанесено Блин Вот этого я больше всего ненавижу К твою мать Блин, такой хороший был диск Милуоки Полторашка А теперь ему хана Черт Не бросайте болгарки на полу Вернемся к нашим баранам Вот И вот, видите, вот антикор Типа вот Вот видите, вот оно еще жирненькое Ну, как жирненькое Оно уже такое, знаете Липкое Такое говно густое, короче Оно ничего не защищает Ничего Блин Что это такое Это, наверное, какое-то Типа тектило, блин Или еще что-нибудь Какой-нибудь такой бороды Беспонтовый Вот Здесь, слава богу Усилитель еще целый Но, видите, вот низ Начал гнить И я принял решение Что раз уж куплено Два оцинкованных порога 1,2 мм То лучше уж тогда поменять Полностью накладку Это будет выгоднее Потому что этот порог Все равно там Ну, не через год Через два Через полтора Все равно он сгниет Нафиг Поэтому, ну, смысла не менять Я его не вижу Поменять вот там кусочек Где вот там Вот здесь вот Сзади вот сгнило Ну, это как-то Ё-моё Это как-то по-кривожопому Меняем весь порог Это правильное решение Пойдемте на ту сторону А с этой стороны Все гораздо печальней И хуже Поскольку Усилитель начал гнить Все, короче Такое вот Здесь была такая здоровенная Блямба металла Сейчас найду Во Я ее вам там показывал Блин, это же капец Сколько надо было наварить Здесь Сварки Туда-сюда Вообще капец, короче, какой-то Самый натуральный Смотрим на эту часть На часть Вот здесь такие сисии Мама моя дорогая Угу Ну, понятно Короче Попадет, не попадет Не знаю Выпуск Но вот, короче Поси их Вот так вот Упор Поменена Стойка Центральная Да 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 Вон она Старый кусок И вот этот вот Новый кусок Здесь Что-нибудь делать Это Что-то я не понимаю А, ну да Здесь Варка Дело такое Что вот От сей их вот пор Вот от сей их вот пор И вот до сей их вот пор То есть Вот Такая часть Это было заменено Вместе со стойкой Я так понимаю С центральной Вот такое вот Авто Я первый раз вижу Ну, чуть-чуть отложений Вот Ну и тут, короче Все Горня Надо будет почистить Там Там вроде бы Еще пока что Еще Металл есть То есть Есть с чем И привариваться Вот Ну и Ну, поняли, да Что порог Здесь, короче Накладка Туда-сюда Вот она Прям вот В наглую Короче Сверху Внахлест Я так понимаю Уже после замены Вот этой вот стойки Делали еще раз Или знаю Ну, не факт Не важно, короче Вот Так что Да, прикольно Прикольно Нам, чувак Меня задолбливает На драждвору Скажи, чем Как что Мазать Блин, не скажу Секрет фирмы Ё-моё Да, вот здесь Вот здесь вот Конечно же Вообще Шикардос Особенно Вот это вот Место Такое Ходкор Сломает Сломает Рамку Да Сломает Рамку Нафиг Тут нету Нифига Ничего Живого Блин Капец Вот это Реально Капец Шпаклевку Что Вот До сей Ходпор Что Ль-ем Дальше Битумная Шумоизоляция Всеми любимая Под которой Ничего Не происходит Никакого Вниения Конечно Не происходит Да Нет Не происходит Ничего Все В Багдаде Все спокойно Так Ну Это Просто Капец Я Если честно Сам В шоке Вы думаете Я такое часто Вижу Да нет Ну Смотрите Вон там Вон металл Живой Еще Не совсем Догнил Ё-моё Вот Осе Их Вот Пор Короче Нас ждет Увлекательное Путешествие В мир Ржавчины Интересно Я себе Фигню Взял В работу Фигню Машину Машину Целую Взял В работу Ну Блин Ничего Нет Да Конечно Крыло Ржавое Капец Вообще Да Это Капец Эта штука Почистим Подшаманим Подмажем И Приварим Новый Порог Сюда И все Будет Здесь Здорово Вот Да Здесь Конечно же Позгнивало Ну У нас Есть Арка Я надеюсь Что она Подходит По размеру Елки Металл Где нибудь Здесь Есть Нет Шпаклевка Ладно Шпаклевка Здесь Тоже С Да Здесь Еще Металл Даже Местами Вон Уже Металл Проступает Видите То есть Вот Этот Подкрылок Он Еще Покажется Живой Внутренний Ну И Здесь Тоже Конечно же Все Здесь Вот Теченьки Капец Ну Все Дальше Уже Металл Мне кажется Да Вот Уже Металл Пошел Их Мать Моя Женщина Вот Этот Там В Поклевке Прикольно Ну Да Она Такая Звучит Так Металл Шпаклевка Прикольно Да Здесь Конечно же Толщина Шпаклевки Защитного Слоя Внешнего Зашкаливает Да Саморез Крепление Крепление Бампера Когда-то Было Да Капец Ну и Здесь О Кстати Да Народ Скажите Мне Пожалуйста Нафига Вот Этот Стакан Нужен Где фонарик Вот 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 Это Фигня Нафига Нужна Для Чего Что Сюда А Сюда Наверное Домкрат Вставлялся Штатный Вон Вон Оно Что Да Мы Нафиг Вырежем И Выкинем Я Так Думаю Что О Зарядился Крепление Я Думаю Что Вот Эта Фигня Клиенту Не Нужна А Мне Она Мешает Потому Что Я Блин Как Там Делать Вот Это Вот Варить С Этой С С Этой С Ох Она А С За Домкратом И Домкратом Вместе Все Сгнило Нафиг Ну Прикольно Ладно Продолжаем Продолжаем Продолжаем